Здравствуйте! К нам очень часто обращаются с просьбой подобрать угольный котел, работающий на одной закладке довольно долгое время. И при этом площадь жилого дома составляет 70-80 квадратных метров. Ну, мощное и компактное решение на рынке еще нужно хорошенько поискать. Но, к счастью для нас и для наших уважаемых покупателей, такое решение есть в ассортименте компании Форнакс. И это котел ZEVS-9 от компании Thermocraft. В одном из наших роликов мы уже рассматривали этот котел, но сегодня я хочу детально изучить его конструкцию, познакомить вас с ней, а также познакомить вас с его характеристиками. Вперед! ZEVS-9 9-киловаттный котел, младший из широкой линейки котлов ZEVS. Котел работает на угле, встраивается в любую систему отопления. В компактном корпусе скрыта мощная для таких размеров многоходовая топка. Толщина стенок топки 4 мм, поэтому и масса котла аж 140 кг. Рабочее давление 3 атмосферы. Объем загрузочной шахты 25 литров. Основное топливо уголь сорта ДО, фракция орех. На одной закладке котел работает до 14 часов. Продлить работу котла можно, установив в один из фланцев ТЭН на 6 кВт. Диаметр фланцев 2 дюйма. Котел можно подключить к системе отопления как с левой стороны, так и с правой. Очень удобно. Неиспользуемые фланцы глушатся заглушками, входящими в комплект. Далеко не у всех котлов подобная комплектация. Выход дымохода у котла с тыльной стороны. Его диаметр 150 мм. Также на задней стенке внизу находится фланец для слива и залива теплоносителя. Заглянем внутрь котла. Под мощной загрузочной дверцей шахта для топлива. В ее нижней части зона горения, колосниковая зона. Для шевеления углей и разрезания шлака в котле предусмотрен удобный и надежный механизм очистки. Поступательными движениями ручки механизм приводится в движение. Шлак прорезается, угли встряхиваются. На фронтальной дверце, дверце зольной камеры, находится заслонка подачи первичного и вторичного воздуха. Степень открытия, соответственно степень подачи воздуха, управляется регулятором горения. Он входит в комплект кахла, что очень приятно. Регулятор устанавливается в специальный фланец на правой стороне котла. Управлять горением можно и винтом ручной регулировки. Чуть позже мы еще вернемся к особенностям подачи воздуха в топку котла. А пока рассмотрим теплообменник. Откроем прочистную дверцу котла, открутив две зажимные гайки. Под дверцей находится отбойник пламени, закрепленный двумя транспортировочными гайками. После установки котла их можно убрать. Сняв пламя отбойник, получаем доступ к элементам теплообменника. Дымовые газы сначала поднимаются вверх по первой камере, затем возвращаются вниз, проходя по жаротрубному теплообменнику, затем вновь наверх вдоль внутренних стенок. Жар от горячих дымовых газов передается теплоносителю. Вернемся к подаче воздуха в топку. Воздух подается как под колосники, так и в специальный чугунный подогреватель вторичного воздуха, который установлен как раз в зоне активного горения. Такое решение значительно повышает эффективность котла, газы сгорают практически полностью. В комплекте котла идут два шамотных кирпичика, которые устанавливаются над патрубками подачи третичного воздуха. Во время работы котла кирпичики разогреваются, и в этой зоне происходит окончательный дожиг всех газов, которые не сгорели ранее. На внешнем кожухе котла, слева и справа, установлены заслонки подачи третичного воздуха. Там же, с левой стороны котла, находится ручка управления заслонкой прямого хода. Во время розжига ею перекрывается обратный ход теплообменника, существенно увеличивая тягу. После появления устойчивой тяги и перехода котла в рабочий режим, заслонка открывается. На внутренних стенках котла неизбежно образовывается сажа. Чистить котел при активной эксплуатации нужно не реже одного раза в неделю. При чистке вся сажа со стенок теплообменника всыпается в специальную камеру сбора. Чтобы открыть дверцу этой камеры и убрать ее содержимое через зольную дверцу, нужно открутить гайку, фиксирующую ручку дверцы камеры, и, собственно, ее очистить. Все очень просто и надежно. На передней панели установлен большой термоманометр, с которого легко считываются показания котла. Да и в целом котел производит приятное впечатление. Он хорошо собран, удобен, уверен, что и пользоваться им будет в удовольствии. Ну что ж, котел ZEVS-9 от компании Thermocraft можно считать настоящей находкой для тех, кто хочет организовать систему отопления в небольшом загородном доме. Доме площадью до 70-90 квадратных метров. Этот котел, несмотря на свои скромные габариты, обладает всеми положительными характеристиками более старших моделей. Тех котлов, которые также построены под этой трехшахтной схемой. Ну, а вас я приглашаю посетить наши магазины и лично удостовериться в том, что котлы Thermocraft выполнены очень качественно. И действительно, это полноценные отопительные приборы, которые будут служить вам долгое время и не подведут вас. Но и это еще не все. В ноябре 2019 года компании Thermocraft исполняется 10 лет. Мы поздравляем их с этим юбилеем. И компания Thermocraft желает с размахом отметить свой день рождения. Поэтому совместно с компанией Farnax на нашем канале Farnax Film 22 ноября в прямом эфире одному из наших подписчиков, который придет в прямой эфир, подарит вот этот котел ZEVS-9 от компании Thermocraft. Следите за новостями на нашем канале. Обязательно подпишитесь на него. И только в этом случае вы сможете принять участие в розыгрыше этого суперкотла. Суперклассного, супермощного, но небольшого котла Thermocraft ZEVS-9. До встречи, друзья!